Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я готовлю совольскую капусту на просторах Германии. Вот эти верхние листья мы их сразу убираем. Они нам, как таковые, не нужны. Это оставляем. Капусту делю на четыре части. И сразу вырезаю кочерыжку. И далее совольскую капусту нарезаю не очень мелко. Ну, примерно вот так. Вот на такие фрагменты. Так, ну и теперь я отправляюсь к плите, где у меня уже вода закипела. Воду я для скорости кипятил в двух чайниках. В общей сложности 3 литра воды. На эти 3 литра воды я добавил 40 грамм соли. Это 2 столовые полные ложки. Ну и начну я бланшировать капусту. В общей сложности капусты у меня, если был целый вилок, это было 900 грамм. Ну и отсюда я вырезал кочерыжку, убрал пару листов, осталось, конечно, немножко меньше. Ну, чтобы вам было проще ориентироваться, 900 грамм брутто. Вода для бланшировки должна быть немного пересоленной. Накрой ее крышкой. Бланширую капусту до ее готовности. По времени примерно ориентируйтесь на 7-10 минут. Ну, а чтобы быть более уверенным, просто попробуйте капусту. Если она живется нормально, то все в порядке. Моей капусте понадобилось 8 минут. Для уверенности я ее еще попробую. Все, она готова. Очень важный момент. При бланшировке вода должна кипеть. Отправляюсь к раковине и отправляю капусту в сито. Ну и заливаю ее холодной водой. Все, процесс варки я прекратил. Воду сливаю. Ну и оставляю капусту так вот в подвешенном состоянии, чтобы лишняя влага из нее удалилась. А я пойду готовить соус. Значит, по соусу здесь несколько вариантов. Либо вы готовите бешамель, как он готовится, есть у меня на канале. Либо вы готовите соус из сливок. Зависит от вашего времени и от вашего кармана. Если вы любите лук, можете припустить немного лука в сливочном масле. Затем добавить сливки. Так как я не сторонник этого овоща, я приступаю напрямую. Добавляю сливки, присаливаю, добавляю мускатный орех. И довожу до кипения. На это количество сливок примерно одну столовую ложку кукурузного крахмала. И разведу крахмал холодным молоком. Не хотите молоком? Разбавьте просто холодной водой. Крахмал я развел. Тщательно его перемешать, чтобы растворились все комочки. Попробую будущий соус на вкус. Чуть-чуть соли добавить. Буквально граммулечку. Мой соус начинает потихонечку закипать. И я ввожу разбавленный крахмал. Все сразу не добавляю, потому что, возможно, мне понадобится немного меньше. Немного подожду. Можно еще добавить. В принципе, добавлю все, так как пропорция была взята тютелька в тютельку. На случай, если у вас соус будет чересчур густой, вы можете всегда немного добавить молока, добавить сливок, все это вскипятить. Все, густота соуса меня устраивает вполне. И теперь я его добавлю в капусту. Я добавлю весь соус. Как я вижу, на это количество капусты соуса я сварил не много и не мало. Тютелька в тютельку. Савойская капуста, она не должна плавать в соусе. Она должна в нем находиться. Все, друзья мои, капуста готова. Давайте я вам покажу, как она должна примерно держать форму в тарелке. Вот так. Эта порция капусты со сливками весит 150 грамм. Этого вполне достаточно на одну порцию. Ну а в общей сложности у меня получилось 1 килограмм 40 грамм. А это без малого почти 7 порций. Не хватает всего лишь 10 грамм. Эта информация, конечно, интересна тем людям, которые работают на кухне, чтобы им приготовить не больше и не меньше. А я на этом с вами прощаюсь. И до новых видео. Да, если не сложно, оставляйте хоть какой-нибудь маленький комментарий. Хороший, плохой, не суть важно.